Нам год и пять месяцев. Мы пользуемся подгузниками, но приучаем к горшку. Она у нас понимает, что надо вот пописать, покакать на горшок, понимает, что вот если она покакала в памперс, она каку сделала. И вот если она в трусиках, она когда прежде чем хочет пописать, она пальчиком помашет, она понимает, что она делает плохо, но пописает и идет дальше. И вот на улице та же самая проблема, трусики снимешь, попсыкаешь, она не пописит, а трусики оденешь, она тут же писит. Могут ли вот подгузники еще влиять на приучение горшков? Принципиально есть мышцы, которые закрывают выход из мочевого пузыря и которые определяют работу прямой кишки. Вот способность мозгов, мозгов. Но она же понимает, что она сейчас будет делать штуку. Она понимает желание. Еще раз, я хочу, чтобы вы поняли. Вот то, что вы сейчас озвучиваете, вы действительно говорите о том, что у ребенка формируется, формируется осознанный контроль над выделительной функцией. Но он еще не сформировался. То есть нервная система такого ребенка не способна постоянно и устойчиво контролировать мочеиспускание идентификации. С точки зрения науки это нормально. Устойчивый контроль возникнет позже. Как правило, 22-30 месяцев. У вас ребенок может показать, а может не показать, может забыть. Именно потому, что сейчас контроль неустойчивый. Все, что надо вам понять. Либо вы, когда не повезло, вытираете какашки, либо вы просто не допускаете таких ситуаций и ходите в подгузниках еще некоторое время, пока мозги дозреют. Главное, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Волнует вас на самом деле не это. Вот тут надо четко расставить приоритеты. К сожалению, именно в этой стране мнение окружающих важнее мнения участкового врача. Это вопрос совершенно однозначный. И когда в семье выясняются отношения с участием участкового врача мамы и бабушки, то побеждает однозначно мнение бабушки. И если бабушку, когда ей было 20 лет, научили, что в 3 месяца надо ребенку давать желток, она еще 10, 20, 30 и 50 лет, сколько ей осталось жить, будет доказывать, что выжить без желтка невозможно. Она не знает, зачем давали этот желток. Понимаете? Потому что тогда, когда ее учили, не было витамина D синтетического, а он есть там в желтке и в масле. Вот его и надо было давать, да? А сейчас другие проблемы. Вот то же самое примерно и с приучением к горшку. Ребята, приучение к горшку – это не тема, которая должна волновать нормальных родителей. Их должно волновать другое. Физическое развитие, закаливание, гимнастика, свежий воздух. А горшок к вам придет сам по себе. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok